Итоги уходящего четверга Вагон, посвященный узникам концлагерей А чего мурашки по коже? Гнев природы Накануне на советской на припаркованную машину упало дерево В каком состоянии пострадавшие? Селфи с хэштегом «Твой район» На Минской появились габионы с неоновой подсветкой У нас не было ранее такого в городе Кому принадлежит идея? А также дипломатические отношения Базовый счет И дополнительный бонус Медикам уже в июле поднимут зарплату Кто получит больше всего Дружба на зависть всему миру Президент встретился с министром иностранных дел России Разговор с Александром Лукашенко Важный пункт трехдневного визита Сергея Лаврова Он приурочен к 30-летию Дипломатических отношений наших стран Глава государства подчеркивает Мы нацелены и впредь укреплять двусторонние контакты По всем направлениям Наши тесные связи то и дело вызывают критику оппонентов Президент еще раз ответил на эти домыслы Я когда-то сказал Думаю вы поддержите эту идею Уверен, что поддержите Что мы не настолько глупы Чтобы кого-то инкорпорировать Как на западе говорят Или включать в состав Не то Беларусь, Россия, не то Россия, Беларусь Мы достаточно умны Чтобы два независимых государства Могли выстроить такую конструкцию Наших отношений Что позавидуют В мире и другие Мы к этому идем, движемся А если уж откровенно То мы от России получаем все то Что надо суверенному независимому государству Да, были у нас разные времена Мы спорили Как близкие люди Мы часто с Путиным обсуждаем эту тему Ну вот там что-то поспорили Я всегда говорю Этому надо радоваться Потому что ни одно западное государство Вот возьмите Последние саммиты Никто нигде ни с кем не спорит А истина рождается в спорах Как известно А мы спорим Потому что мы близкие люди И действительно Истина всегда рождалась в споре И будет рождаться Во Дворце независимости Обсудили актуальные темы Союзной и международной повестки дня У Минска и Москвы Позиции схожи Не обошли стороной Тему закрытия Литвы Транзита грузов В Калининградскую область России Президент подчеркнул У Минска и Москвы Достаточно ресурсов Чтобы организовать их доставку Отголоски памяти В застывших фигурах Уникальная передвижная экспозиция Сделала остановку на станции Березина Поезд Победы Это 9 вагонов Каждый посвящен разному этапу Великой Отечественной От мирных дней до судьбоносного 9 мая О великих героях И простых людях Карина Гуревич Бобруйск встречает Поезд Победы Уникальный проект Впервые останавливается На станции Березина И конечно собирает Много желающих посетить экспозицию Здесь руководство города Депутаты Представители трудовых коллективов И школьники Особый антураж Создают творческие коллективы Военная музыка Патриотические танцы И аутентичные наряды Исторический тур Настоящий подарок На 635-летие И 78-ю годовщину Освобождения От немецко-фашистских захватчиков Которые отметил Бобруйск Накануне Дальше самое интересное Историческое путешествие В поезде Победы 9 вагонов Каждый отражает Определенный этап войны На входе гостям выдают Аудиогид В наушниках звучит голос Девушки Лидии Проводницы Которая не только Рассказывает факты О событиях Великой Отечественной Но и делится эмоциями И переживаниями Особенно впечатляющей Выглядят фигуры людей Они словно живые В первом вагоне Показана еще мирная жизнь На лицах улыбки В глазах радость Дальше беззаботность Сменяется тоской Болью и страхом Вокруг солдаты С оружием И медальонами смерти Добавляет атмосферности Звуковое сопровождение Кашель Стоны Стрельба Забывание ветра Самая эмоционально сложная Часть экспозиции Вагон Посвященный узникам Концлагерей На полках Изможденные от голода И тяжелого труда Люди Невозможно передать словами Пугающую атмосферу Этого места Вход строго 12 плюс Финальный вагон Посвящен победе В одном купе И счастливые женщины С цветами И радостные солдаты Которые делают фото На память И грустные бойцы Они поминают Погибших товарищей Поезд доблести Наших отцов Дедов Он рассказывает Те сложные А вообще даже Невыносимые Минуты жизни Мы просто должны Показывать Это молодежи Музейная экспозиция Уникальной Мультимедийным сопровождением Внутри полсотни Видеопроекторов И 18 видеосцен Которые помогают Сполна ощутить События Военных лет В процессе Можно посмотреть Исторические справки Статистику погибших Архивные снимки Все как настоящее Прям погрузилась В эту атмосферу Очень понравилось Выставка была Великобритания Такое ощущение Что как будто Ты побывал В этих боях В этих сражениях Ты идешь по вагонам Мурашки по коже Необычный праздник Развернулся И вокруг поезда Прямо на платформе Советские песни И танцы Тематические фотозоны Мини-выставка Военные атрибутики От исторического клуба Все, чтобы скрасить ожидания И погрузить Бобручан В атмосферу Тех времен Ну вот наше поколение Было готово Защищать свою страну Чтобы вот этот Никогда не повторилось Получили очень много Живых эмоций Узнали как до этого Жили обычные люди Что происходило Во время До и после войны Это просто был Незабываемый опыт Который конечно Останется навсегда в памяти За победу На путь к уникальной экспозиции Выстраиваются Патриоты Бобруйска Цветы на братскую могилу Советских военнопленных Дань памяти Затем в дорогу Карбышева, Минская, Крылова, Интернациональная Урицкого, Держинского Автопробег по традиции Встречают бурными овациями На станции Березина Участники акции Отправляются в интерактивный тур Я стараюсь участвовать Во всех автопробегах Которые происходят В городе Бобруйске Точнее не стараюсь Всегда участвую Для меня это очень Значимое событие Поезд победы Пробал в Бобруйске Всего один день Но подарил непередаваемые Впечатления Сотням посетителей Всего же за время путешествия Гостями экспозиции Стали больше 25 тысяч человек Последняя остановка В программе Столица Масштабный тур Завершится В День независимости Карина Гуревич Максим Галенка Бобруйск 360 Не в том месте Не в то время В Бобруйске На припаркованную машину Упало дерево Инцидент случился На Советской Возле дома быта Тополь вырвала Прямо с корнем В салоне в этот момент Находилась 44-летняя женщина Выбраться из машины Она смогла самостоятельно Пострадавшую госпитализировали После осмотра медиками Отпустили домой В Хёнде Сильно пострадало Правое крыло Искорежен кузов Дверь, крыша Стойки Выбито стекло К слову О шквалистом ветре Порывами до 27 метров В секунду Спасатели Предупреждали Еще накануне Дополнительный бонус Новые сотни Базовый счет С июля В Беларуси Начали действовать Несколько изменений Кого не коснуться В первую очередь Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Медикам поднимут зарплату Отменятся ковидные надбавки Но появятся новые Стимулирующие выплаты Они будут зависеть От сложности И интенсивности Выполняемой работы Больше всего Получат врачи И медсестры Которые работают В отделениях Анестезиологии И реанимации Участковой службы И приемных покоях больниц Нацбанк выпустит Обновленную купюру Номиналом в 100 рублей Дизайн практически Не изменился Зато улучшены Защитные элементы Это повысит надежность От подделки Предновременной Возможности Более легкой Быстрой Безошибочной проверки Подлинности Белорусы Которые выйдут на пенсию После 1 июля И станут получать Выплаты Не наличкой А на карту Обязаны Открыть базовый счет На него будут Перечислять деньги Также человеку Выдадут кредитку Системы Белкарт Иностранные интернет-магазины В Беларуси Будут платить НДС Размер 20% Не исключено Что большинство продавцов Включат расходы В стоимость товара Новшество позволит Увеличить бюджет Примерно на 40 миллионов рублей Ловить рыбу Станет проще Среди новинок Запрет аренды водоемов В населенных пунктах Если берег озера Частично входит В его границы Сетные экраны Сделали законным средством Но их размеры Не должны превышать Метра на полтора А по количеству Не более двух штук Где заканчивается Первомайский Начинается Ленинский На Минской пересечении Проспекта Георгиевского Установили необычные габионы Они указывают На административные Границы районов Символично Новые огни Большого города Зажглись день празднования 635-летия Инсталляция 18 на 3,5 метра А каждое Одинаковое Неоновое очертание Города Название Слет-подсветкой От зарождения проекта До его реализации Ушло около месяца Сами габионы Модный тренд В современном Ландшафтном дизайне У нас не было Ранее такого в городе Совместными усилиями Совместно с администрацией Первомайского района Приняли участие И малый бизнес Средний Предприятие Крупное города Я имею ввиду Материальное участие И вот Всем городом Всем одним целым городом Мы воплотили В жизнь Идею Председателя Бобруйского Городского Исполнительного комитета Что касается Проспекта Георгиевского Это своеобразный Экватор Бобруйска Который делит его На две части Несмотря на Территориальное разделение Районы остаются Едины духом Идентичное Художественное Оформление знаков Явное тому подтверждение Не оставляйте детей Без присмотра Спасатели напомнили Школьникам О правилах безопасности Местом встречи Стал кинотеатр «Товарищ» Сотрудники МЧС Уложились ровно в пять минут За это время С ребятами повторили Правила поведения Дома в лесу Водоемов Акцентировали И на проблеме Шалости с огнем Учащимся также Рассказали Как вести себя В различных жизненных ситуациях И главное Избежать беды Вспомнили здесь И номера экстренных служб На протяжении всего лета Мы будем тесно Работать со школьными Лагерями Которые будут находиться Как при учреждениях Образования Так и например Как сегодня Ходить в кинотеатры Для просмотра Мультфильмов Кинофильмов И в преддверии Таких сеансов Мы проводим Пятиминутки безопасности Сотрудники МЧС Подчеркивают Все начинается с семьи Родители должны быть примером Нужно не только знать Правила безопасности Но и соблюдать их И конечно Говорить об этом С детьми Это все И события К этой минуте Смотрите нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова